Любители зимней рыбалки продолжают идти на риски. В Омске озвучили промежуточные итоги профилактической акции «Безопасный лёд». Она призвана предупредить провалы людей и техники в воду, получения травм. Первый этап акции стартовал в понедельник, 22 ноября. Контролирует безопасность на водных объектах сотрудники МЧС и Министерства региональной безопасности. Сейчас, когда лёд на омских реках ещё тонкий, активизировалась работа с населением, число рейдов и патрулей увеличилось. В зоне риска дети и рыбаки, говорят эксперты. Ребята могут резвиться на неокрепшем льду, а любители улова просто не страшатся выходить. В Омской области ежедневно проверяется около 500 мест возможного выхода людей и выезда техники на лёд. Всем прохожим вручают памятки по безопасности. К акции «Безопасный лёд» привлекли уже более тысячи человек, сообщили на пресс-конференции. В этом сезоне чрезвычайных ситуаций пока не зарегистрировано. Вот ровно год назад происшествие было. Житель Дюкалинского района хотел сократить путь и поехал в объезд по неокрепшему льду. В результате мужчина погиб. Специалисты профильных структур призывают у МЧС не подвергать своей жизни опасности. В регионе только начался процесс ледостава. Человек, упав на лёд в 30 лет и в 60, в 70 лет, а если, допустим, молодой человек падает в 30 лет на бок, ударяется в область тазобедренного сустава, отряхнулся, встал, что-то почесал и пошел дальше, то бабушка в 70 лет при падении на лёд на тот же самый бок, когда, может быть, она и в юности где-то там падала, она уже так скоро не встанет. Скорее всего, это закончится либо перелом шейки бедренной кости, либо чрезвычайным переломом. И поэтому, на самом деле, как раз пожилым пациентам необходимо, не пациентам, прошу прощения, не пациентам, а пожилым людям, они ещё не пациенты, а пожилым людям необходимо аккуратно очень себя вести вот в этот период распутия, непогоды и понимать, по какой поверхности они передвигаются.